друзья всем привет с вами алекс павлов и на канале hangover и сегодня мы записываем просто очень крутой подкаст гости как всегда топ артем хорев группа anacondas антон бродяга группа молодость внутри всем привет привет друзья и петр сальников сооснователь проекта отвратительные мужики и группа green black shadows всем привет друзья добрый вечер это подкаст отвратительные мужики на disgusting man точка ком первая новость которая прочитала просто стала ржать в голос так она звучит следующим образом ларона выгнали вокалиста тайна пичкавшего басиста женскими гормонами это best да так себе история называется до 25 февраля хардкор группа ларона из штата теннесси получила неожиданную популярность после заявления в своих соцсетях об увольнении вокалиста короче дело было следующем вокалист диего влюбился в невесту басиста и решил подорвать отношения пары с помощью спортпита который он часто дарил своим друзьям так как работал в магазине спортпита таким образом он начал накачивать своего коллегу спортпитом с высокими дозами эстрогена под класс женских стероидных половых гормонов план надежный как швейцарский нож состоял в том что девушка заметит что на фоне ее партнера диего выглядит более сильным и мужественным и тут его будет ждать успех короче он этой хернёй занимался 5 месяцев это вылилось физические ментальные проблемы для басиста конечно же а также тысячи долларов за медицинские счета в общем все бы так и осталось в тайне если бы он не нажрался и не признался этой всей истории как вам такой поворот событий опять женщины во всем виноваты я превращу тебя в женщину чтобы ты перестал нравиться женщинам и по того но я подумал что здесь можно обсудить как с чувством юмора у вас группах какие подколы есть любимые подожди то есть это было из разряда подколов типа я не знаю что добавить балловая мутация просто понятно что здесь история тянет там не знаю какой фильм netflix и конечно же это наверно грустно но одновременно очень смешно наверняка у вас были какие-то тоже подколы в группе более добрые наверное может быть и нет не знаю у меня барабанщика гитарист постоянно ругаются на одну тему потому что гитарист не любит спать без штанов барабанщик его за это не уважает и у них короче на фоне этого конфликт вообще лютый ну допустим в купе мы едем и он говорит макс сними штаны макс говорит нет я не буду снимать штаны влад мне нравится в штанах спать он говорит за ебал ты вспреешь весь он говорит у меня нормально все с терморегуляции спреешь то есть он так по отечески да заботится о нем да 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 то есть там никакого злого умысла то есть он такой блин ну макс ну серьезно ну а макс говорит не лезь это мои границы это моя верхняя полка от меня пожалуйста говорит я чего воняю он говорит нет ты не воняешь но штаны снимать надо же мы как-то ехали в поезде в туре полтора суток и там так натопили в поезде что мне кажется ходили все в трусах включая там проводницу мне кажется если бы он попал в такую ситуацию может быть он снял бы их мы один раз с ним в сапсане протухли у нас был сапсан что-то в пять утра нам нужно было зайти на точку забрать весь став короче приехать на вокзал и так получилось то что мы не знали у нас точка находится в промзоне и там она открывается в 6 утра а в 5 утра у нас уже сапсан и мы приезжаем главному входу там закрыто нам пришлось короче в дождь в ливень обходить это все потому что мы уже отпустили таксиста мы обходили еще минут 15 естественно промокли полностью приехали на вокзал сели в сапсан а там короче какая-то тема с вентиляцией непонятное то что ну ты короче не сушишься а просто преешь вот и мы сидели получается четыре часа прели и от нас знаешь вот типа запах примерно был вот как это как мокрая псина вот типа того только еще с духами дорогими скажи просто алекс а почему ты решил что эта ситуация имеет отношение какой-то к юмору в коллективах это не имеет прямого отношения к юмору в коллективах но я подумал что здесь можно обсудить ну типа ну да чувак поступил как-то хер но почему-то это вызвало у меня улыбку но да это смешно пока не происходит рядом с тобой называется я согласен вообще юмор в группах мне кажется такая тонкая очень вещь бывает дегродский юмор который мне кажется всем собравшимся знаком но у вас немножко разжижается мозг и вы начинаете шутить так но немножко несложно но почему-то вам очень смешно от этого и еще бывает категория юмора в группах издевательство то есть когда вот люди друг другу подкалывают но я думаю что вот это вот на может быть то что ты хотел услышать но не совсем то что произошло с басистом группы как там ее было слушай она как-то называется да и не важно как она на какая разница земля и пухом в этом случае когда люди увлекаются и все общение превращается исключительно в издевательство мне кажется коллектив заканчивается рано или поздно можно стрёмную историю вот про эти издевательства вот я не знаю она войдет в ролик или нет потому что это чернуха лютая вот прямо поехали черн черн у меня мама родом из села это 200 километрах короче от саратова и село насчитывало в моем детстве где-то 300 человек то есть там все друг друга знают была история про двух типов относительно короче ну такого подросткового возраста пубертатного и у них была приколюха они типа постоянно друг друга подлеили каким-то образом там допустим они купаются в пруду один из корешей раз возьмет насрет короче в пруду чтобы тот от какахи уплывал вот но так короче в такого формата подколы у них были прям ну типа им это нравилось то есть у них был вот этот соревновательный момент кто друг друга жестче подколит в итоге все дошло до того что один чел взял машину другого и разбил ее то есть дерево просто другой чел якобы его простил позвал бухать и вы представляете это деревне это там какая-то летняя баня или еще что то вот прям деревне деревне и короче напоил его до такого состояния что тот отключился и он его вы это еще не все он сфоткал короче это все на камеру и отправил сельский чат ватсапа и все это увидели второй чел следующий шаг у так у того какой был скажи пожалуйста тот чел не выдержал горе своего ну как бы ну все надо мстить и он короче я проиграл убить билла да короче пошел и забил топором другого чела поучительная история об издевательствах спасибо а я тут подумал в этой истории могут быть на другой прикольный конец в этой группе которая выгнала вокалиста так это еще не конец погоди ну еще не конец может быть это и произойдет что басист настолько изменился что вокалист должен был в него влюбиться и они стали новой парой натуре у нас издевательств никогда не было типа мы никогда личных границ не переходили нас вообще как бы свободно в этом плане ну то есть грубо говоря после концерта ты можешь делать все что угодно главное что ты утром на выезд группы был как штык вовремя остальном как бы никого нет что ты там делаешь ну понятно дело педофилия наркомания и прочие противозаконные вещи они не приветствуются но как бы это уже на твое усмотрение но как бы при этом я бы не хотел чтобы наши разговоры и внутренние шутки слышал кто-нибудь другой ну то есть есть много вещей которые мы можем пошутить между собой но я никогда так не скажу публично или не скажу при людях которых там мало знаю слушай даже не то что публично больше нигде просто то не скажешь так ну да больше место это группа где вы шутите так да ну то есть я даже при жене бы не стал говорить она подумает что я вот еще больше чаря изнуты что-то атрофировалась в черепе моральный этический порог шуток вот внутри группа мне кажется он настолько низкий что там нет святого буквально вообще ничего все на видео мы все такие прилежные ай-яй-яй там все плохо ужасно ужасно это нельзя то нельзя но когда все едут в купе в поезде там может произноситься абсолютно все что угодно поэтому я боюсь до что когда-нибудь это кто-нибудь услышит или случайно запишет это попадет в сеть но типа вы же все интеллигентные люди там ну в той или иной степени а при этом объединяясь в группу во время репетиции дали во время концерта во время тура там долгосрочно вы начинаете вот так вот друг с другом общаться на почему ваш юмор таков у меня есть гипотеза на эту тему которую легко объяснить через группу внутри которой музыканты занимаются условно говоря днем какими-то своими делами профессиональными а вечером они собираются репетировать играют рок в клубе там и так далее у нас была группа в москве до событий 22 года где состоял значит человек занимающийся стройкой человек занимающийся самолетами видеоиграми натяжными потолками и там что-то еще про недвижимость но вот эти двое про стройку недвижимость могли поговорить о чем-то да все остальные искали общий язык через гамма через вот это ничего святого когда то что нельзя цитировать больше нигде и никогда вы так не разговариваете ни с кем нет другой такой компании но это типа прям вот такая животная штука происходит то есть это вот та химия которая низов дертальских что да 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 и почему это происходит потому что есть вот эта вот настоящая дружба когда ты можешь не казаться а быть вот кто то есть на самом деле то есть вот это вот твое нутро животное но вот там и проглядывается вот именно в общении именно с такими людьми но я бы не сказал что что ты прям есть такой человек в такие моменты ну то есть это прям твое я просто ты можешь позволить себе немножко расширить свои этические границы нежели обычно ты живешь вот поэтому на самом деле я не люблю как не люблю очень скептически отношусь к туровым блогом к книгам музыкантов которые еще не поедал там книга там он блин когда группе 35 лет она тебя просто байчиками знаешь может столетней давности что-то рассказать а вот когда группу еще не очень старые там выпускают книги там как они чё делают я прям знаю что там просто вот ну типа процентов 70 даже в той степени что там просто умолчено и так оставлено за скобками все на хрен самое интересное острое грязное потому что ну а все таки друг звезды чисто аккуратно ага видел я бы ну слушай это же даже не обязательно быть молодой группы для тогда для того чтобы такую не искреннюю хуйни рейти пома наверное все здесь смотрели последний фильм про группу queen где значит покойный фредди меркри выставляется тусовщиком который всем все предлагала никогда ничего не отказывался в общем так оно и было а зато все остальные таки нет я еду к семье вот там есть такой момент переломный когда они типа все от него отвернулись тоже таки фредди что-то ты чересчур борщишь я смотрю такой думаю да 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 конечно не надо мне рассказывать что знаешь мне жена позвонила я я срочно я вызываю такси я уезжаю извини фред не могу дальше продолжать сегодня это мы подходим к дискуссии про фильм король и шут где там прям контраст между я только одну серию посмотрел больше не смог но я не досмотрел две мы в туре были просто мы приехали и не усну как бы время просмотра у нас сколько было ограничено поездкой но там как бы тоже прям один чертенок 2 ангелочек но с другой стороны как бы какие претензии где сейчас чертенок на сковородке ангелочек пожалуйста концерт ездит дает поэтому как бы хочется поспорить да и как бы и но они с чем сложно спорить когда она вот собственно вот так получилось ну да тем более наверное чертенок ангелочек это тот сценарий который зритель хочет видеть и это проще всего объяснить то есть тут много причин ну я хорошо но главное что это наверное путь не очень серьезного сопротивления с точки зрения производства такого сериала или фильма или что там книга про ну напишем какие мы хорошие никто не хочет правду писать я вот недавно читал книгу автобиографию группы новый фикс вы вычитали это вообще ванна с гепатитом и что-то там другие на истории вот там истории про чуваков которые соревнуются друг с другом кто хуже проживет да им постоянно каким-то образом там везет вот это вот это стоящее чтиво рекомендую на полном серьезе там просто за голову хватаешься иногда думаешь но я я не могу я не могу дальше это ладно я продолжу увлекательно наслышан наслышан у них и видео есть интересные как они там какой-то тур ехали непонятный где-то мат трэш происходил но ноуфикс это как бы часть их образа собственно тут то да ладно я последний читал только книгу трэвиса баркера собственно я не помню как называется мог начать несколько лет назад да но так я ее читал более того я читал когда она только вышла проф наш барабанщик тогда нашел ее где-то в pdf и на английском в момент выхода короче мы ее с ним читали в момент выхода прям на английском и очень мне очень понравилось что я фанат блэнгстон 22 с детства но по сути мало чего не знал вот и там как бы из книжки много чего я знаю что сейчас вспомнил я вот тоже начал на русском языке и блин на русском языке там такой корявый язык я подозреваю что из-за перевода потому что есть того же там как вокалиста iron maiden там брюс диккенсон тоже народ говорит читаешь на английском типа прикольный английский юмор кайфовый читаешь на русском думаешь что за душный чел я написал короче я думаю что от перевода тоже сильно зависит мы такие стали вспоминать это серьезные трэшовые истории они наверняка есть какие-нибудь добрые подколы я вот сейчас сидел вспоминал что нужно было рассказать а гутен пранкс гутен пранкс да я вспомнил историю мы как-то были тоже естественно в туре на автобусах мы тогда перемещались и у нас был звукорежиссер такой юра и он замещал кого-то то есть он был с нами буквально там неделю или две а он был из прибалтики такой высокий такой весь аккуратный но мы думали как бы его надо как-то его надо пошутить над ним а то он слишком серьезный короче водители наши договорились взяли бутылку из подводки налили туда воды и так тихонечко встали у окна автобуса типа на стоянке какой-то такие раз чтоб только он видел разлили эту водочку по стаканам типа бахнули такие то поехали просто чувак сидит всех такой ребята у нас водители бухие нам нельзя с ними ехать короче мы такие да слушай нормально все они все время бухие ездят они трезвые не умеют мы рассказали ему часов через восемь а он просто сидел просто смотрел на них на нас вас а все-то знаешь ну как обычно смотрят киношку такие расслабленные начали но потом ему рассказали он очень обиделся сидит на измене всю дорогу такой бля мы точно куда-то влетим мы точно куда-то влетим на счет стопнут и просто учела паничка ну и в целом как бы была такая тема в турах то есть серьезным лицом какие-то такие фишки говорить там тоже какой-то турменеджер подходит там ты сидишь болтаешь с кем-нибудь после концерта алекс надо пойти последний укол то сделать какой укол но антибиотик тебе надо закончить такие истории мне кажется можно рассказывать если есть поделитесь не знаю очень крутая история была для для завершения этого блока наверное это не из серии пранков но типа тоже люди не ожидали услышать то что им ответили мы выступали в смоленске и это был что-то 16 что ли или семнадцатый год и местная группа которая нас грела очень веселые парни пригласили нас в свой крутой рок гараж все как положено мороз там что-то конец ноября рок гараж старые пыльные барабаны ну вот вся это вот вы представляете антураж такой мощный андеграунд и они такие значит чуваки короче все так круто мы так круто тусуем егу ну такой там посыл тоже не очень сложные такие мы хотим вот серьезно к этому делу относиться и хотим быть похожим на вас дайте нам пару советов я вот например значит собираюсь уходить из института а я там собираюсь что-то еще все бросать и делать только вот рок в гараже мы такие резко пиво поставили подожди подожди так вот из института братан не надо уходить ты заканчиваешь институт ты не бросаешь что ты решил бросать вот гараж у вас никто не отнимает они такие сидят наши у них лица вытянулись такие типа ну мы думали знать какое-то благословение сейчас будет а вы нам обратно значит думать надо об учебе но я надеюсь мы спасли кого-то этим есть такая вероятность аминь короче в рок-н-ролле оказалось никакого рок-н-ролла и нет на самом деле он есть но но мне кажется бросать школу из-за этого не стоит не 60-е уже как бы на дворе ну да я два института закончил да да институт и магистратуру поэтому нет а если еще помнить о том что в группе анакондос 2 вокалиста возможно это четыре института сразу в одной группе и это только вокал понимать внутри уже тоже неплохо остальные там под вопросом у вас я не знаю а остальные дам там компенсирует там некоторые не доучились у нас вся группа со средне специальным образованием и такие прям все правильно нет ну короче здесь же речь была о том чтобы просто не не нырять до в бетон головой но это же так мы же здесь все понимаем что это работа что это тяжело что огромные риски в общем и целом для развития для развития личности без которой невозможно никакое творчество образование если ты уже начал получать закончил его получать пожалуйста она пригодится тебе в творчестве в том числе в том числе точно хуже не будет но типа еще там можно познакомиться с кем-то например с другими говнарями которые тоже не хотят учиться хотят рок играть но кто в институте обычно знакомиться окей давайте погоним дальше короче следующая тема билли джо армстронг из группы green day рассказал про их хит баскет кейс 94 года что текст был написанным в свое время под воздействием стимуляторов но перечитав его трезвым фронтмен коллектива почувствовал что такая идея совсем не подходит и переписал текст если у вас песни тексты которые вы хотели бы переписать или может быть вообще никогда не выпускать но подожди но он же не выпустил ее нет он переписал текст и выпустил трек ну вот не считается так это обычное дело это как хемингуэй говорил так он и поступил тоже мне билли джо армстронг называется но он сначала взял гитару потом подумал нет возьму другую гитару взял другую гитару и сыграл нормально наконец-то сыграл нормально наконец-то а потом взял еще и на барабаны вообще он сначала не хотел на барабанах а потом подумал что барабаны будут в тему так ну типа вот история такого масштаба сидел какие-то там слоги значит из себя там вывывал там утром просыпается это не подходит вот такая была история парка это точно не годится у нас может быть 20 версий одной песни да ну до того как она выйдет 15 10 может бесконечное количество быть права на каждом этапе создания песни понимаете так уже 21 правка надо заканчивать иначе песни выйдет никогда пришли уже ненавижу обычно это упирается в дедлайны в общее раздражение друг другом и как бы ну ты находишь компромисс то ну как бы либо нибудь и вообще убирать либо вот в какой-то в каком-то виде она остается либо она идет не будет определенного момента пока там не придет ее время пусть полежит типа ну да иногда бывает так иногда песня иногда демки лежат долго то есть несколько лет может дамка лежит алекс скажи пожалуйста откуда взял ты эту новость про билли джо армстрога там сами сколько мы из телеги артем сейчас можем новости рассказал что демка может лежать несколько лет оказывается чтобы еще какую-нибудь базовых слушай я так понимаю что этому альбому green day 30 лет и видимо посвященные были какие-то рассказы про этот альбом и видимо он вспоминал истории которые смог вспомнить яндекс вордстатом там подсказывает про что писать пишем про гриндей побольше в этом месяце новость новость керанга была керанга тема есть треки которые написали вот текст сразу и вот все записали и никаких правок не было нет такого не было не бывает вообще а все в группе могут вмешиваться и говорить блин парни текст кринш или наоборот вот давайте поменяем строчку теоретически могут все практически этим никто не пользует ни разу я не помню что ни разу я не помню чтобы не барабанчик написал слушай вот там вот для третья строчка во втором четверостишек ну какая-то там что-то в размер не попадает или рифма не очень ну типа а санан с хуйка конечно вот ни разу такого не было почему-то но теоретически ну теперь ему никто не запрещает это популярный тоже такой момент типа слушай а вот вы все вместе пишите да да прям всем так это нужно всем чтобы знали всем пыть слушай но интересная закономерность вы поменяли уже третьего барабанчика возможно они пытались они ищут того кто начнет наоборот они так получилось ну понятно что так получилось а вот с каждым разом все меньше и меньше от нас зависело последний раз так вообще не мы его поменяли это даже не поменяли он некоторые он просто раздвоился у нас теперь над этот распачковался на два барабанчика как бы он же с нами тоже играет когда может за границей когда не может то другой играет антон такой сидит вспоминает да я знаешь это просто сложно вспомнить потому что сам процесс трека ну от начала как ты его пишешь до выпуска когда ты его отправляешь дистрибьютору когда ты уже сведением занялся ну слишком большой путь чтобы где-то проявляться знаешь это я свои старые треки когда включаю это короче сравнимо с тем вот как зайти во вконтакте в старую переписку с девушкой там пятилетней давности и ты такой что я делал почему но типа я вообще знал что такое компрессор там разве я мог так писать вообще я такие слова сейчас не употребляю которые я ей писал типа того да 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 а тут больше у меня наверное в плане сведения на первых этапах когда запускал проект молодость внутри я короче пренебрегал вообще сведением мастерингом вообще каким-то хоть звуком то есть этот вот андеграундный звук у меня был в приоритете я больше над этим содрогаюсь чем над текстами тексты ну как бы это знаешь ты ну не то чтобы себя оправдываешь ты просто такой на этот период такой у меня был ну вот был я пубертатным вот у кого-то до сих пор такой возраст у кого-то это отзывается я это там удалять не буду но звук антох ну мог нарулить то уж получше ну хоть чуть-чуть бы посидел ну ладно потом может перезаписать лучшие песни как бы и вот нельзя нельзя вайп потеряется все типа будет минус вайп это уже не то я пытался сделать харакири рок-версию и я понял то что нет это даже типа даже короче текст не пересекается с тобой уже ты его допустим сам трек играешь на концертах ты так ну у тебя уже это в мышечной памяти но он уже у тебя спустя несколько лет вообще никак не пересекается с тобой поэтому при записи допустим если ты его будешь переписывать ты уже не дашь ту эмоцию ты уже не так с фальшивишь каких-то момент ну да я еще хотел добавить что с точки зрения вот разговора о дистанции на которой сложно проебаться когда пишешь саундтрек для видеоигры можно проебаться но не потому что ты что-то плохо сделал а потому что вы стащили все эти элементы в один узел их завязали и ты понял что в той или иной сцене музыка которую ты для нее долго писал она все еще не была готова вы же все это делаете как бы параллельно она просто плохо лежит и ты такой ну трек классный мы его употребим в каком-нибудь там не знаю трейлере или еще каком дополнительном материале но конкретно вот здесь он лишний ада насчет того что слушай 15 лет назад сведения там и так далее на чем во первых было твое сведение сделано 15 лет назад чем ты сводил на наушниках логи течь там извини пожалуйста вот то есть ну и ко всему прочему как конечно cringe был да и было ли круто да и круто тоже было и как сказал юра из заточки покажи мне что ты делал 20 лет назад короче после этого поговорим о моих песнях обо всем остальном что я подумал надо было вас юрцом вместе позвать можно было бы иногда вас путать есть подкаст где где нас путают извини я тебя опередил 2000 кажется до в девятнадцатом году так тут что-то была тема называется оригинальный мерч но я думаю что мы по-другому мы уже разобрались до записи группе kill switch and gauge исполнится 25 лет и в рамках празднования юбилея группа объединилась с ювелирами из торонте для создания памятного кольца unbroken изготовленное вручную из чистого серебра кольцо имеет знаковый логотип группы в виде черепа и венка на лицевой стороне тут что-то мне написали поговорить про оригинальный мерч а я вспомнил что анакондом 15 лет исполняется и скоро у вас тур мне почему-то эта новость отослала к этому событию расскажи что ожидать фанатам будет ли какой-нибудь классный прикольный мерч что вообще планируется в туре ну во-первых планируется прекрасный тур где все и каждый концерт будет проходить не в россии к сожалению по мерчу кстати в продолжение вот мерча kill switch engage это такая оригинальная идея что у нас тоже скоро выйдет коллаборация с одним дизайнером украшений и там тоже будет интересное кольцо но я не буду пока говорит подробностей самый главный мерч от группы на мой взгляд это материал новый который мы пишем и надеюсь что в этом году выйдет у нас новый альбом это будет самый главный наш мерч блин у нас такое огромное количество мерча просто можно мы прям магазин мы прям ну типа лавка на базаре со всякими штуками мой любимый на самом деле был пиво но она закончилась уже к сожалению у нас было свое пиво да но там был дизайн обложки какой-то да я не помню просто уже и там более того был вкус уникальный то есть мы прям и вкус и вкус делали он просто крупные змеи да со вкусом не в ухо как кротовуха змеевуха просто пределы для мерча не существует ты можешь даром мерч мерчом все что угодно абсолютно то есть у нас вышли ароматические свечи пожалуйста плед елочные игрушки у нас есть все абсолютно все чтобы угореть по энергии мерчендайзинга почему нет на самом деле если группа прикольная с точки зрения визуала артистов да и с точки зрения смыслов песен их ну какой-то миметичности даже если так можно назвать пока есть группа кис поешь никому никакой другой группе не должно быть стыдно за то что у нее больше чем одна разновидность футбол там продается где-то вот там чуваки мне кажется просто всем показали как надо развивать бизнес вокруг музыки и самое главное что они никого не обманули у них дохуя отличных песен очень много выдающихся кейсов с точки зрения мерчендайза мне кажется есть чему поучиться мне очень нравится у них я думаю было кис гроб это холодильник для пива причем то есть это не гроб для человека форм-факторе там этого может быть и гроб для человека уже есть почему бы нет похоронили в гробу кис это было в завещании у него написано так что вот есть гробы группы кис это было наверно одна из последних революции в музыкальной индустрии на самом деле осознание понимание что мерч это просто ебаные миллиарды и как вот кто первый к этому пришел заработал кучу денег кстати это очень хорошо показали фильме вот последний боя пик про элвиса пресли где том хэнкс виде его менеджера делал все что угодно с изображением элвиса не прям показали как это работает вода на это даже не ведь не революция в музыкальной индустрии не только музыкальный целом до предшествия франшиз то есть вот традиция франшиз когда появилась она конечно сильно коснулась музыки но условный марвел же да тоже продает точнее снимает фильмы по сути чтобы мерч продавать они все делают все чтобы все это дальше происходило там же вообще непонятно короче что за что тянется но да ну да у меня в марте в марте выходит мерч с моим кроликом анатолием короче спереди будет он вот он будет красоваться на мерча вот это ряха серьезнейшие животные ну нет он конечно у него был был уже опыт в переездах он сутки ехал в поезде саратов санкт-петербург и вообще шикарно себя чувствовал у него было целое купе неплохо полное купе капусты у меня просто моя кошка вон тут рядом лежит я подумал блин отличная идея чтобы покрыть расходы блять которые ты тратишь на содержание этого существа да да пусть отрабатывает у меня кошка породы devon rex котенок я помню пять лет назад стоил 25 тысяч рублей я когда узнал что вообще кошки могут стоить 25 тысяч рублей у меня немножко жизнь изменилась на до и после я вообще не знал что кошки денег стоят мне не было никогда мне типа девушка такая все хочу люблю не могу вот этого котенка поехали когда узнал что котенок стоит 25 я до сих пор ей не могу простить что она стоит двадцать пять тысяч ждем когда артем откроет для себя мир собак я одно могу сказать за 25 вообще там ничего не купишь фотографию собаки можно купить да да можно фотография я веду виду счет запах на виду счет 25 тысяч стоило ее приобретение 10 тысяч стоит ремонт apple watch который она разбила все уже 35 тысяч ну и там плюс-минус тех дорогостоящий корма прочее прочее да короче надо запускать мерч чтобы она отбивала я предлагала жене говорю я ну если в случае необходимости я буду сдавать ее секс-рабство извращенцам там по косарю за час но она не поддерживает слушай надо напечатать футболочки знаешь так тихонечко положить во время тура рядышко ну вот да я думаю надо мне немножко семейный бюджет папа пополнить то не хватает ее консервы стоит дороже чем мой обед потом мерч с кошкой начнет продаваться лучше чем мерч анакондоса и начнется вот это вот все внутри коллектива распались из-за кошки да 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 тут кстати вопрос артем тебе вот ребята у нас в чате задали а может быть планируется какой-нибудь тур дракондос концертики хотят не многие тешут себя мыслью что если анакондос не может играть в россии то почему-то дракондос сможет играть в россии спешу вас огорчить мы конечно не проверяли но что-то мне подсказывает что идиоты не все вокруг и даже если мы назовемся дракондос и попытаемся сделать концерт закончится все ровно так же как и с предыдущим названием это вот если с этой точки зрения спрашивать а если с точки зрения концертов дракондос просто как дракондос где-то где это можно то во первых там песен 10 всего лишь во вторых мы как бы даже не планировали это играть ну то есть на момент мы же это придумывали в двадцать первом году и понятное дело что пойди события иначе и вообще жизнь пойди иначе то вполне возможно что мы могли бы играть где-то там дракондос на каких-то маленьких концертах когда бы у нас когда у тебя 10 концертов в москве и ты такой думаешь чего бы еще сделать в лихоне да ну то есть тогда может быть были бы варианты сейчас но нет смысла никакого играть к сожалению дракону мне кажется слушай вот стал вопрос тоже сейчас пришел в голову ну вот вы уже наверно сколько полтора года в россии не выступаете по-моему да да ну летом будет два года ровно вы когда в июле шоу был последний концерт ну вот последние там недели обсуждают новые списки отмены концертов туров артистов там всяких слот и еще куча всяких других групп какой бы ты мог дать совет этим ребятам то есть ты уже такой стрелянный воробей в этом плане что делать как как тот мем типа первый раз где мы на виселице висим ты никакого совета не не дам потому что никакой правильный линии поведения здесь нет во первых списке что тогда что сейчас они все-таки не точные потому что я уже видел волну возмущений что там сми поместили некоторые группы в эти списки которые как бы вообще не пришей улитки хвост грубо говоря никакого отношения к этим списком не имели но в итоге якобы получили проблемы просто вот за то что и кто-то включил в эти списки сработала обратная антиреклама то есть кто-то увидел что они в этих списках значит все у них должны быть проблемы хотя проблем у них не был с одной стороны с другой стороны и ну типа тут каждый уже сам решает что ему делать что ему важнее в данном случае никого не осуждаю не там не группу комсомольцах например которого недавно в новостях появилась не группы которые уехали вне группы которые остались на типа у каждого жизнь своя в любом случае никто из них не делает ничего страшного ну какого-то бесчеловечного каждый пытается жить выжить и заниматься тем что он любит вот я никого не осуждаю в этом и не даю и не готов и не имею права давать там никому никаких советов что делать каждый сам за себя решает а как вообще в принципе со стриминга в смерча хватает денег чтобы ну нормально существовать записывать альбомы как вообще сейчас поменялась экономика на 100 нам хватает есть вещи я не работаю пока нам пока хватает ну плюс нас есть некоторые концерты по я опять же почему я должен кому-то что-то предъявлять а вот кому-то не хватает кто-то без концертов россии совсем не может жить и вот что они должны делать поэтому как бы тут призываю всех немножко сдержаннее добрее относиться к людям потому что все-таки музыкант они большинство из тех кто там как-то идет на сделку как нам кажется все же все равно не делают ничего ужасного и плохого я думаю кто-то идет и там из не очень больших артистов те идут вынуждены те кто идет из больших артистов на сделку ну ты как бы там какие-то другие наверное причины может быть привыкли хорошо жить тяжело жить хуже тоже вынужден хорошим а быстро привыкают некоторые не в ту дверь зашли просто не ну подождите если ты привык отдыхать три раза в году или четыре раза в году в европе у тебя там дети учатся за границей но тебе на это все нужно деньги куда деваться нужно просто поддерживать образ жизни даже если нет детей которые учатся за границей неожиданно переехать типа в квартирку попроще и ты сразу же вылетел из всех списков приглашенных всюду ну как бы у нас тут видишь нет не было никаких проблем в смысле нам что сами к себе тусовались теперь не тусуемся вот ну очень короче искренне желаю всем концертов огромных залов и кучу денег аминь аминь да сейчас у нас должна была быть рубрика где нам присылают артисты свои клипы синглы на зацен с гостями и обсуждение но в этот раз никто ничего не прислал если хотите чтоб мы обсудили на следующем подкасте ваши релизы вот тут почта будет вот здесь вот пишите туда присылайте попрошу вас ребят рассказать что у вас аж блять простите а это телефон его можно и как монками мы использовали не допоняли блять но этот номер никто не звонит никто не знает мошенники знаю когда же давно уже мошенники не звоните мне больше три кредита на тебя Отпетые мошенники причем тебе звонят Блядь, сделай ревью нашего сингла В общем, ребят, расскажите, что у вас Какие релизы ожидаются Концерты, коллабы Какая движуха происходит У меня много всего И это хорошо У нас будет небольшой тур по южным городам В апреле Вот тут Небольшой, маленький Приходите, тогда сделаем большой, не маленький Если все хорошо будет Если мы успеем свести Отправить на дистрибуцию То 22 марта выйдет альбом Ей, альбом Сколько ты над ним работал? Годы, ебаные Нет, я типа продуктивно живу очень сильно Я еще и для второго проекта пишу Не, я над ним работал, наверное, с сентября А сейчас, когда начал на студии работать Все, короче, очень быстро происходит Пишу демочку Пишу рыбу вокальную Сразу раз гитарку записал Барабанчики набил Все сделал и практически Охапка дров и трек готов, короче Ну альбом клевый очень получается Дендерти работает над звуком А, то есть ты с себя это снял Вот это вот главное Ты с себя это снял На текущем жизненном этапе Ты прекратил ковырять самостоятельно Вообще полностью Я делегировал более адекватным людям Которым нравится этим заниматься Ну, мне просто реально не нравится С видением заниматься Мне больно и душевно, и физически Я такой Стало еще хуже Да-да-да-да-да-да-да-да-да Когда демку делал, нормально же было Все хорошо звучало На компрессоре что-то подкрутил Ой, все Слушай, это проблема Да-да-да, все пережат Такое бывает Ты типа, бля, почему Почему демка звучит, сука, лучше, чем Сведенная песня, да-да-да Да, потому что на дымке там было На, нахуй, на, говно, бля А на сведении там, ой, что-то Сделаем чуть влево, чуть вправо Потише, подальше, вот тебе на, бля Жиденький понос алкаша, бля Как альбом называется, расскажи Просто дым попал в глаза Это такой альбом-терапия Для Мужчин, которые Боятся показать То, что и мужики иногда плачут Отсюда и такое название То, что да, я не плачу, бля Просто дым попал в глаза И альбом для второго проекта Электронного Будем возрождать Вичхаус Питченый вокал Сав-синтезаторы, всякие пилы и так далее Звенит, пердит, воняет и фонит Все в лучших традициях Его свожу тоже не я Я настолько обледился, что Даже на сайт проект, который еще нахуй Никому не нужен, я уже туда нашел Человека, который будет следить Да мне кажется, ты все правильно сделал Я думаю, нужно границы своей компетенции Знать, это очень важно Лучше качать скилл в том, что Ты понимаешь, здесь Я могу быть полезным максимально А здесь я могу все испортить И, в общем, мне не нравится Лучше бы этим кто-то другой занимался Прекрасно Да, если человек сделает лучше, чем я Притом, условно, у нас с Деном Такой тандем Он сам Охреннейший музыкант Вообще гений Нашего века У него тоже есть свой взгляд на музыку И вот, допустим, на предыдущем треке На последнем, который выходил Который, позволь, называется Вот, он туда просто въебал аккордеон Вот не было там аккордеона Он такой Я, короче, чувствую, что здесь должен быть аккордеон И все, и трек вообще иначе заиграл Кайф 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 Ну, я, в принципе, все рассказал У меня больше ничего нет Альбомы, концертики Тогда, если позволите, безумная история Умеренно безумная Такой уровень сложности В целом, ну, на три из пяти Я бы так сказал Значит, в 22-м году не стало группы в Москве Solar Date назывался мой коллектив тогда С 10-го года мы играли Играли Stoner Rock Потом стали прогрессивить его слегка Мы тогда синхронизировались с общей волной Настроение в андеграунде На Руси тогда стали узнавать как раз Где-то в 10-м, 11-м годах Что такое Stoner Там появилась какая-то сцена своя и прочее Бас-гитарист Костян, привет, Костя, но Родом из Керчи Он и в 14-м году знатно приходил А в 22-м так и вовсе, так сказать, удивился Long story short Все разъехались И на несколько лет Ну, как на несколько лет На пару лет группы в Москве не стало А до этого же была еще и пандемия Которая, извините, тоже не поспособствовала Ни концертам, ни репетициям Все сидели по дачам Или охуевали на квартирах Репетируя максимум через веб-камеры Таким образом, мы с моим приятелем Данилом И родом из Казани Стали записывать пандемично-роковый контент Типа, у меня есть какие-то демки У тебя есть желание попеть Давайте сделаем что-нибудь вместе Появился коллектив Green Black Shadows Название, которое болталось где-то на дне корзины С идеями за десятку В течение там нескольких лет Мы записали 2-3 что-то такое трека И потом Из-за того, что вроде как Стали попускать с локдаунами Жизнь снова в городах закипела Режим опять поменялся 21-й год этот буферный У нас как-то все немножко заглохло Ну и плюс расстояние Извините, я нахожусь в Москве Он находится в Казани Парни, которые сотрудничают с ним С точки зрения игры на инструментах Находится в Лениногорске Это 5 часов отказания на автомобиле Мы немножко поставили на паузу А тут поступает предложение сыграть концерт И я вот не знаю У вас есть, наверное, бешеные истории Когда вы ездили за рок-н-роллом Хуй знает куда Я ездил на репетиции в Митино Когда там не было ни метро, ничего Там надо было долго ехать Сначала на одном, потом на другом Потом там все, наверное, строили Какие-то реп-базы свои Там с друзьями, не знаю, много лет назад Я в итоге ведомый вот этими всеми Как сказать, этим рок-альтруизмом Доехал в конце января до Лениногорска Чтоб там порепетировать Просто вот на выходные приехал порепать И я такого парня не видел никогда То есть нам упало предложение играть концерт За границей Очень быстро были организованы все анкеты Для того, чтобы там актуализировать неактуальные документы Я приезжаю на репетицию в Лениногорск Там все играют идеально Ну, то есть вся эта хуйня, как полагается Клик, поддувы, не эпические с ноутбука Все партии разучены Даже подпевают в каких-то местах Я просто приезжаю и пою на репетиции Как будто мы делаем это там, не знаю, 50-й раз, может быть Да, уже не первый год Я такого не видел нигде Серьезно Чудеса Первый концерт вот этой рассредоточенной штуки Которую я только что описал Состоится 31 мая на острове Кипр У меня пока нет других подробностей Но мне очень нравится вот этот крэйзи вихрь Каких-то музыкальных порывов Который привел к тому, что наконец-то после долгого перерыва Ну, в первую очередь мне лично просто очень приятно ебалить шоу Потому что невозможно же Начинаешь после долгого перерыва сидеть Такой думать, да и нахуй мне, в принципе, эта группа-то и нужна была И так хорошо без нее не переживаешь, не ссоришься ни с кем Потом начинают закрадываться такие мысли Может, ты гитару продать уже? Вот, ну нет, нет Очень сложно втягиваться назад, тем не менее Репетировал вчера под ноутбук в одно лицо на репетиционной базе Впервые в жизни Интересный опыт Потом я подумал, как свежо, как свежо, как необычно Потом там прорвало трубу с говном на потолке И хлынуло говно оттуда Я подумал, а, все в порядке, все как обычно И поехал домой Ничего не меняет Ничего, да Спасибо Как только будут какие-то дополнительные ссылки касательно событий, обязательно поделюсь Недавно у Grim Black Shadows, как называется этот коллектив Вышел сингл «Если бы» Я пробовал искать его нативным образом, так сказать, в Яндекс.Музыке Естественно, это невозможно Потому что, ну, миллиард песен есть с таким названием Но только эта песня с такой обложкой, поверьте мне Если у вас получится разглядеть, то вы не пропустите Спасибо, что спросили Артем, а расскажи какие-нибудь подробности про альбом? Про тур ты рассказал? С 5 марта, да, у нас начинается тур в честь 15-летия Казахстан, родной наш любимый Грузия, Кыргызстан, Узбекистан Чуть попозже Болгария, Сербия, Черногория Чуть попозже, наверное, будет Армения, Кипр Какой-нибудь, наверное, Израиль И какие-нибудь, наверное, еще европейские страны Ну, дай бог Ну, то есть мы в процессе согласования, оформления виз и так далее То есть скоро будут еще анонсы концертов европейских А там чем, черт не шутит, может, и до американских дойдем Всегда это было шутерно В Аргентине сейчас, вот, я знаю, аудитории много И там подрастающие поколения образуются Там, мне кажется, есть одна проблема концерта в Аргентине Это добраться до Аргентины И не поубивать друг друга в самолете Просто стоимость концерта будет равна перелету туда Это будет 90% расходов, наверное, этот концерт Это просто перевести туда группу С другой стороны, кто бы мне когда сказал два года назад Что мы поедем в тур по Европе, я бы тоже посмеялся Но в итоге мы уже съездили в один тур по Европе И, в принципе, более-менее успешно Ты такой думаешь, ну а что бы уже теперь уже куда? Да, отступать-то куда деваться-то? Альбом пишем, как бы мы затянули, давно не выпускали Ничего вот после Дракон Доза и Делюкса К последнему альбому перезвони мне Ну тут просто понимаешь, что мы тоже в разных странах находимся Кто-то в России, кто-то не в России находится И как-то, знаешь, за это время настроение как на качелях И ты можешь собраться серьезного что-то сказать А потом думаешь, да в хуй она не упала Мне хочется веселых песен Хочу песню про дрочку И всем хочется, да Дрочку на скейтборде Но потом, а найти сил и эмоций Как бы написать песню про дрочку на скейтборде У тебя тоже нет И ты такой, блин, да и что делать? Ничего не хочу Хозяйте маме Плакать и дрочить Вот этим все и кончается, да Да, в итоге на 15 суток уедешь за мелкое хулиганство Что окажется, что ты дрочил возле детской площадки Вообще уедешь Так надо ехать и дрочить Чтобы там написали, что ты дрочил возле А, Б, С С, да, еще пропаганду тебе, да, впаяют Ну, типа, бомбый набор Чтобы на этом скейте прям до Колымы поехать Прям туда, да, и заехал на Турму, да Грустно, весело, я не знаю, как получится Но пишем, пишем альбом Я не знаю, когда он выйдет Я очень хочу, чтобы он вышел уже в этом году Потому что сколько можно Вот, и, ну и все А там, как бы, как пойдет Сингл скоро там, нет? Хуингл Может быть скоро, а может быть не скоро Знаешь, мы уже в том положении Что нам торопиться некуда Спешить нам некуда Типа, ну, типа, ем и все в рот Уже, знаешь, ну, типа, что притворяться Что там играть Будет сингл, выпустим Не будет сингла Не выпустим Вот и все Хотелось бы синглы, клипы, знаешь Ну, все как раньше Но, походу, как раньше не будет Поэтому Репетировать на редкарте хочется там Да Скайф Ну, репетируйте, мы репетируем Завтра, кстати, репетиция Вот с утра перед туром репетиция Да, теперь у нас есть новые приколы в репетициях Ты иногда, типа, в тур приезжаешь за день Вы все вместе впервые встречаетесь за несколько месяцев Чтобы порепетировать, например Программу, все А завтра начинаются концерты Вот тоже интересные моменты Сложно сфотографироваться, знаешь, теперь все вместе Типа, фотогруппы Тот еще челлендж Потому что, ну, типа, собери всех Калаш Да, ну, как бы, калашик Но, тем не менее же Видно будет И поэтому у нас получается, что Один раз мы все вместе фоткались в Эмиратах А до этого мы фоткались в Армении все вместе Ну, вот так вот теперь получается Не, знаешь, можно еще в это Типа, в виде комикса В виде комиксов, да Ну, да, проще уже, чтобы нас нарисовали И все Не рассеять, короче И афиши рисовали Да, да, да И не мучиться Ну, в общем, все Такие дела Да, ты сейчас сказал про 15 лет группы Я вспомнил, что мы впервые с вами интервью снимали Это, получается, было десятилетие группы То есть, кто не видел это интервью на канале Посмотрите обязательно У меня после этого интервью болела челюсть Шостоко я не смеялся никогда Где втроем сидели Да, где втроем сидели Это просто Сергей, Илья, я был, да, и ты Я помню, помню А возвращаясь к моим новостям То на прошлой неделе я выпустил сингл В рамках моего проекта Dark Syndicate Этот сингл называется Клетка слэш-осколки Это кавер Такое переосмысление классики Аматори с первого альбома Вечно прячет судьба Которому исполнилось 20 лет на прошлой неделе Трек сделан в стиле киберпанк Очень мощно, пончево Мне очень нравится, как получилось Напишите и вы в комментах Как вам такой вариант А также настроил в телеге бота Который называется AlexBot Где-нибудь вот будет Вот тут вот в уголке Этот бот поможет вам Попробовать начать писать Собственное ему зло Постарался сделать это С юморком Чтоб это было весело Интересно и молодежно Переходите, пробуйте В общем, enjoy Чё, какую-нибудь последнюю тему возьмём Последок, чё-нибудь весёленькое, да? А то всё о грустном Ну как о грустном О грустном мы посмеялись Джон Бонжови объявил о планах Открыть бар, ресторан в Нэшвилле О, наконец-то дед дорос Ну, наконец, я рад за него Знаешь, это признак того, что у человека Деньги появились наконец-то Ну, то есть Лишние свободные А другие причины здесь какие До сих пор Вы видели, как Джон Бонжови сейчас выглядит, кстати? Я долго не следил за его обликом И последний раз помню, что я видел его, ну, так сказать Физиономию, когда учился в институте И тут я в гугл вбиваю А там реально Я сейчас подумал, что это При помощи какого-то маскарада состаренной Джон Бонжови Потом оказалось, что уже нет И вот этот человек открывает бар Ну, он, наверное, пить в нём не будет, я думаю, так Уже нельзя А что, он плохо выглядит? Потому что у меня есть подозрение, что Джон Бонжови в свои 70 лет Выглядит лучше, чем я, нет? Нет, нет, нет Джона Бонжови, знаешь, как будто его выключили То есть вот был Джон Бонжови, который ты сейчас представил себе И вот ты когда посмотришь, это выключенный Джон Бонжови Джон Бонжови курильщик Нет, просто я давеча уже вышел, как клип Лени Кравица И Лени Кравицу там 60, что ли, лет Да И он выглядит в свои 60, как я в свои 17 не выглядел Да, 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 да Аист тоже выглядит примерно так же, да, в 66 Ну, типа, я ничего не смогу в жизни сделать и не мог бы, в принципе, чтобы так выглядеть Никогда Да, вот Но стоит признать, что Игги Попу уже пора надеть футболку Да, да, да Ну, вот Джон Бонжови приближается к Игги Попу как раз с точки зрения всего Скоро их можно будет перепутать, мне кажется Слушайте, ну я на самом деле хотел спросить, признаетесь, у кого у вас была какая-нибудь мысль открыть бар? Если открывать, то какой бы это был бар вообще? Никогда, никогда не думал об этом, честно тебе скажу Клянусь богом Жопу ставлю Я как работник общепита Не думал об этом Как работник, бывший работник общепита, бармен, очень хотел рюмочную с авторскими настойками И с закусками, типа, там, знаешь, бутерброды со шпротами, бутерброды с докторской колбасой Чтобы настойка, пивко и вот такая вот тема И чтобы очень уютно было Не для колдырей, короче, вот такой вот А звучит как для колдырей Ну да, да Такие заведения чаще заходят, чтобы быстренько хряпнуть и дальше идти гулять, например Не, кстати, в Питере есть уже такого формата рюмочная, а.к.а. шашлычная, называется Федя Дичь И там, в принципе, система такая же, но туда ходит молодежь То есть они садятся там, допустим, берут там какое-нибудь домашнее винцо Берут шашлычок И, то есть, ну, это красивая, адекватная, прикольная молодежь, которая, вот, типа, угорает по настойкам Класс! Угорает по алкоголизму Ну, в том числе Молодежь открывает для себя, да, бухло Поздравляем Самогон, домашнее вино и прочее Ребята, вы это зря, мы вам можем сказать сразу Ничего хорошего вас не ждет Ничего хорошего это не кончится Напрасно вы начали, все Слушай, не знаю, я работал в общепите только официантом и слабо себе представляю это как бизнес Ну, то есть, как бизнес у меня не хватает знаний, чтобы рассматривать такие варианты Ну, то есть, открывать это, чтобы там самому тусоваться, это очень глупо, мне кажется То есть, это должен быть бизнес-проект Ну, бизнес-проект, соответственно, нужен бизнес-партнер, который будет отвечать за операционную деятельность Я хочу сказать, что нет, я не думал об этом Хотя, ну, типа, это кажется идеей на поверхности Что, вот, там, музыканты могут открыть кафе, бар, туда-сюда Да, но сколько было таких примеров и сколько было неудачных примеров Ну, были удачные кафе «Руки вверх» и кафе «Муми Тролли» работают Но я, правда, не знаю уже на сколько Эти рестораны чуваков из ЛВТ, на секундочку Я не знаю просто, что у них там Моднейшие, моднейшие места Наверное, да Ну, как бы тут понимаешь, чтобы это было успешным местом, оно должно быть, в принципе, по себе хорошим местом То есть от того, что это, там, какое-то отношение к этому имеет тот или иной музыкант По сути, ничего не решит, если там сервис говно, стиль говно, обслуживание говно, еда говно Невкусно, да Да, если невкусно, дорого, хоть Тейлор Свифт кафе назови, оно всё равно прогорит Много факторов, меньшей степени зависящие от артиста Никакое медийное лицо не спасёт говно, получается Это так, это так Кстати, Артём сказал, типа, открыть по приколу Я вспомнил, у меня товарищ, ну, ему, условно, по наследству досталось такой бизнес-отца, короче Вот, и ему реально некуда было девать деньги И он открыл в своём доме барбершоп, который ему нравится Типа, вот по его лекалам, как ему нравится И он такой, по приколу открою барбершоп И буду там стричься в доме Проблема волосатых людей, ребята Не, ну, кстати, изначально он его открыл по приколу, а потом очень сильно втянулся И, собственно, этот барбершоп он вывел в плюс То есть он сейчас работает на него Но чтобы нормально зарабатывать с барбершопов Тебе нужно иметь не один, не два и не три То есть это всё равно такой достаточно скудный заработок Когда ты, условно, раздаёшь зарплату самим барберам Владельцу мало чего остаётся Особенно после оплаты аренды Либо сдавать кресло, типа Ну да, либо сдавать кресло Отвечая на твой вопрос, Алекс Я прекратил думать об открытии бара Естественно, бар Disgusting Man Это то, что приходило в голову в течение последних десяти лет Сколько проект существует Много кому, очень много раз И с каждым разом мы приближались всё сильнее К какому-то решительному шагу К какому-то там следующему этапу Каждый раз что-то останавливало Сначала были чуваки Поклонники звонили из Питера Мы хотим, мы открываем, чуваки, новый бар Мы хотим взять ваше название Как вам идея? Ну, мы такие Ну, идея может быть и ничего Но мы ничего не сможем с этим сделать Если, например, вы будете говном кормить людей А мы вам название уже дали Проблемы будут как бы у нас А потом ты начинаешь погружаться Смотришь именно, как Артём сказал С точки зрения бизнеса Это звучит, как сейчас, значит, Скуф Откроет себе разливайку у себя в подъезде И будет там охуенно пердеть Пить пиво с рыбцой А на самом деле даже для такой разливайки Нужно очень серьёзно потратиться И с точки зрения денег И времени, и всего остального Без каких-либо гарантий Что это вообще куда-то дальше пойдёт У нас есть подкасты на эту тему Несложно будет найти Так и спросите Поисковик Открыть свой бар Точно ли это хорошая идея Вам подскажут Я признаюсь, у меня тоже такая идея была Я решил в этот раз, когда что-то Если открывать То стоит встретиться с людьми У которых уже есть бар И пообщаться на эту тему В общем, встретился с Илюхой-мародёром Порт 812, вы же слышали? У него есть депешмод-бар В общем, мы встретились Депешмод-бар И он там порассказывал Я говорю, слушай, бро, как, чего, как, что? Он говорит, ну да, вот Когда всем заплатишь, заплатишь ментам Депешмод-бар по франшизе, я надеюсь, открытый Нет Он говорит, я говорю, сколько ты зарабатываешь в месяц? Он говорит, ну, максимум 50 тысяч Я говорю, слушай, ну это в пятёрочке можно на кассе сидеть Он говорит, да, но при этом я с утра до вечера Типа занят делами бара В общем, я так встретился с несколькими ребятами И все очень грустно вспоминали Мне кажется, сейчас какую-то конфиденциальную инфу рассказал Я сейчас это услышал Ты продолжил говорить, а я сижу так перевариваю Ты думаешь, ну это, конечно Может быть, он не хочет, чтобы кто-то это знал Он продал его уже, этот бар И после этого вздохнул с лёгкостью Его души влезли Теперь вере 50 тысяч нет Ну и хуй Камень с души Грязные деньги Теперь на кассе в пятёрочке Я думаю, что на этой ноте можно заканчивать Если у вас, кстати, ребята, есть свой бар Напишите про ваш опыт Бар-коричневая нота Понадобится помощь в продвижении, ребята Пишите, да, здесь в комментариях По поводу рекламы, да, пишите вот здесь Вот здесь вот будет почта По поводу рекламы вашего бара Обязательно рассмотрим Ну что, давайте прощаться Спасибо, что пришли Классно поболтали Спасибо, что пригласили Спасибо, парни Был рад всех видеть Всем спасибо большое Люблю целую Пока Всем добра Всем классных концертов, релизов Как что будет выходить, присылайте Мы обязательно у себя разместим А вы, ребята, если досмотрели до этого места Напишите об этом И подпишитесь, конечно же, на канал Всё, всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok